Водоросли. Древнейшие представители растительного мира. Они возникли более 900 миллионов лет назад. Общее число видов водорослей составляет около 20 тысяч. Размеры и строение водорослей очень разнообразны. Наряду с многоклеточными встречаются одноклеточные организмы, как пассивно плавающие в воде, например, хлорелла, так и передвигающиеся с помощью жгутиков, хламидомонада. Колониальные формы могут включать сотни клеток, например, вольвакс. Многоклеточные нитчатые водоросли тонкими нитями прикреплены ко дну водоемов или образуют тину, скопление в виде комочков у дна и в толще воды. Многие формы многоклеточных водорослей, например, морская капуста ламинария, образуют заросли на морском дне. Благодаря постоянству условий жизни в водной среде, в которой водоросли возникли и пережили целые геологические эпохи, они сохранились до наших дней в формах, мало отличающихся от первоначальных. У многоклеточных водорослей нет настоящих тканей и органов, стеблей, корней и листьев. Такое нерасчлененное на ткани и органы тело называется слоевищем или талломом. Обычно клетки таллома окружены стенкой из целлюлозы и пектиновых веществ. Часто наружная поверхность клеточной стенки одета слизью. Цитоплазма заполняет всю полость клетки или расположена вдоль стенок. Одна большая или несколько мелких вакуолий заполнены клеточным соком. В клетках имеется одно или несколько ядер и хромотофор, один или несколько, содержащий пигменты. Питание водорослей в основном автотрофное. Хлорофилл и другие пигменты находятся в хромотофорах. Но есть водоросли, утратившие в процессе эволюции хлорофилл в связи с обитанием на больших глубинах. Они питаются гетеротрофно. Нередко у многоклеточных водорослей можно заметить нитевидные образования, выполняющие функцию корня. Это ризоиды. У одного и того же вида водорослей в зависимости от внешних условий имеется бесполое и половое размножение. Растения, образующие споры, называется спорофитом, а образующие гометы – гометофитом. У некоторых видов споры и гометы могут образовываться на одном растении поочередно. Водоросли – главные продуценты органического вещества и поставщики кислорода на нашей планете. Некоторые виды наряду с бактериями обживают бесплодные субстраты, которые участвуют в почвообразовании. Водоросли живут в воде, на почве, в почве и даже в атмосферном воздухе и встречаются на всем земном шаре. Высоко в горах можно встретить хламидомонаду снежную, окрашивающую снег в красный, бурый или желтый цвет. Одноклеточные водоросли, образующие фитопланктон, служат пищей водным животным. Зеленые водоросли явились родоначальником всех растений суши. Некоторые водоросли – ламинарию или морскую капусту, человек употребляет в пищу, выращивает на корм скоту и для изготовления лекарств. Из красных водорослей добывают агар-агар, применяемый в пищевой и микробиологической промышленности. Хлорелла используется при биологической очистке сточных вод. Водоросли размножаются половым и бесполым путем. Бесполое размножение осуществляется специальными клетками, спорами и зооспорами, которые образуются из вегетативных клеток. Вегетативное размножение у одноклеточных водорослей происходит делением клеток надвое, у многоклеточных – частями слоевища, у колониальных – распадением колоний. Как правило, бесполым способом водоросли размножаются в благоприятных условиях. При ухудшении условий существования – высокая или низкая температура, накопление продуктов обмена в среде обитания при высокой плотности заселения, загрязнение водоемов – они приступают к половому размножению.